21 октября Тверская область отмечает праздник День Герба и Флага. Наш регион обзавелся собственной официальной символикой, одним из первых в современной России. В основе Герба и Флага лежат символы, пришедшие к нам из глубины веков. По этому случаю в Белом зале правительство Тверской области состоялось торжественное мероприятие, где чествовали жители региона. Подробности у Ирины Синягиной. В понедельник Белый зал областного правительства был не строгим, как в привычном режиме во время совещаний о праздничном. Везде цветы, улыбки, хорошее настроение, настоящая атмосфера праздника. А главные герои здесь не министры, а простые жители, которые приехали из разных районов Верхневолжья. Каждый так или иначе внес свой вклад в развитие области и страны в целом. В День Герба и Флага Тверской области к собравшимся обратился губернатор Игорь Руденя. В этом зале найдутся заслуженные и уважаемые люди, которые добившиеся результаты в работе, в обладе Верхневолжья и в тени Агрессии. По традиции, вместе с нами, в этом зале найдутся специалисты, выражающего поколения, которые сегодня получат главный инструмент пара гражданина Российской Федерации. День Герба и Флага Тверской области подтверждает духовную и историческую связь поколения. Семья Беляевых поистине богатая. Дело не в материальных ценностях. Их союзу 28 лет, и за это время у них родилось 12 детей. Поговорка «Моя семья, мое богатство» очень подходит к этой супружеской паре. Мы создали свою семью. Самые тяжелые годы для русского народа. Очень бедно жили. Если бы мы думали о благосостоянии, то у нас никого вообще не было. Потому что сейчас современное поколение, они смотрят, есть ли у них квартира, есть ли у них деньги или еще что-то, и не рожают детей, потому что зарабатывают деньги. Самое трудное – это первый ребенок, когда еще ничего не знаешь и не имеешь опыта. 26 самому старшему и 7 лет самой владшим. В первом классе самая владшая девочка. В день Герба и Флага губернатор Тверской области вручил семье Беляева государственную награду – Орден «Родительская слава». 21 октября среди присутствующих были представители самых разных профессий, но их объединяло одно – любовь к своему делу и к региону. Выбрана еще в юности профессия журналиста, пронесена через десятилетия. Уже 50 лет Татьяна Соколова трудится в этой сфере. Это моя профессия. Она не только стала моим занятием, а это, собственно, вся моя жизнь. И я очень благодарна своей профессии, что она подарила мне очень много встреч с замечательными, интересными людьми, научила меня быть мудрой. За эти 50 лет я нисколько не пожалела о том, что сделала свой выбор. За самоотдачу, верность к профессии, любовь к своему делу Татьяна Соколова удостоена почетной грамоты президента России. Ее вручил губернатор Тверской области. В этот же день признание получили медики, работники культуры и искусства, сотрудники сферы образования. Ларисе Захаровой присвоен почетный работник науки и образования Тверской области. Я в Тверской области живу и более 40 лет. И мне очень приятно, что сегодня я получила вот эту сферу награду. И значит, все эти 40 лет были напасены. По окончанию мероприятия юным участникам церемонии вручили паспорта граждан Российской Федерации. Им еще только предстоит выбрать свой путь. Но глядя на сегодняшние, примеры людей, которые трудятся на Тверской земле, равняться на кого в Верхнеболжье точно есть. И пример этот самый, что ни на есть достойный. Редактор субтитров А.Семкин